Итак, первому мы будем звонить Славе и смотреть, какое же задание он мне придумает Алло Короче, Слав, я снимаю ролик, где мне мои друзья-блогеры дают задание Давай, ты мой парень-блогер, поэтому придумай, пожалуйста, мне какое-нибудь задание, которое буду выполнять Я хочу, у меня есть задание одно, идеальное женское задание Чтобы ты сделала макияж, яш, слепую Слепую-то как? Ну, нельзя смотреть то, что ты делаешь без зеркала, без всего Просто закрыть глаза и сам себя накрасить так? Да, да А можно я потом не буду с этим макияжем ходить и поменяю его, пожалуйста? Ну ладно Спасибо Все, пошла делать, спасибо, пока Давай, пока Итак, чтобы выполнить следующее задание, мне понадобится некий реквизит И это мои косметички, с помощью которых мы будем смывать уже имеющийся макияж и делать новый Очень крутое задание, спасибо Так, начнем мы с того, что возьмем мацелярку и смоем уже имеющийся макияж Получается, сегодня эксклюзив, вы увидите меня абсолютно без макияжа Мы как будто так близко еще не знакомились Ну ладно Ну, будем на честность, получается Я буду закрывать просто глаза и вот так вот рисовать, правильно? У меня такого опыта еще ни разу в жизни не было Давай еще на время снимем Ты хочешь, чтобы вообще у меня никаких шансов не осталось, да? Правда, красивый стать Ну давай Сколько? 15 минут Ну ладно, давай Закрываю глаза и запускаю таймер Все, пошел Вроде что-то чувствую Спонж найден Мне кажется, хотя бы тоныш у меня точно получится нормально нанести Да как будто несложно Блин, мне очень хочется глаза открыть Ну типа, они как будто сами машинально хотят открыться Надеюсь, я в этом убираю вообще этот тональник Я правда не знаю, как прокрашивать ресницы Я обычно их прокрашиваю, с этими глазами вот так делаю Теперь мне надо нанести консилер Так, это тушь По-моему, вот это консилер Господи, если я вдруг ошибусь, это же фиаско просто будет Блин, я очень хочу глаза открыть Наверное, будет правильнее сделать вот так Я всегда наношу макияж спонжем Но вот это та ситуация, когда надо как будто пальцами это делать Я надеюсь, я консилер вообще взяла Я же консилер взяла? Или помада? Я знаю, как он выглядит Вроде не помада Просто он по консистенции какой-то очень плотный То чувствую, когда я оператор мужчина Короче, наносим консилер на нашу-то зону И надеемся, что под глаза все-таки нанесено Что, это не консилер? У нас будет контуринг, вот это вроде он Он еще суперпигментированный У меня как будто третий глаз открылся По ощущениям, как будто все вообще хорошо идет Да? Так, вот тут мы затемняем еще, знаю Как мне жалко, что я смыла тот макияж Я все утро на нее старалась Девять минут Девять минут осталось? А где румяна? Так, это... Ой Это не румяна Это хайлайтер Он посыпался Я знаю, что он разбитый Ладно, хайлайтер так хайлайтер Да, это хайлайтер Так, наносим Теперь мне надо найти румяна Это же они? Это зеркало Тоже самой кистью набираем А знаете, зачем улыбаюсь? Потому что снимаю ролик Ладно, на самом деле улыбаюсь Потому что так проще наносить румяна в правильное место По крайней мере, когда ты ничего не видишь После румян, контуринга и всего остального Нам надо накрасить тени О боже И как мне теперь понять, какие из них? Какой цвет мой? Вот, по-моему, он был второй отсюда Вот этот Вот брови Блин, а как это невозможно вслепую делать из действия? Как понять? Я вытащу пять минут Ладно, я все знаю Стрелки и помада еще Так Я уже по привычке вот так хочу сделать Ну, вот так Я думаю, сегодняшний макияж у нас без туши Если будет, ничего страшного Хотя, блин, надо, надо А как? Это невозможно просто И теперь остались губы Как нащупать карандаш для губ? Две минуты Вот это он Точно? Как понять? Да, это он Делаем Все, успеваем Лес для губ, это самое легкое Все, я, в принципе, лагут накрасилась Сейчас я пощупаю Что тут можно еще сделать? Давай туши еще подкрасим Все, точно О, господи, я как будто после спячки О, ой Кстати Ну Стрелки подвели меня чуть-чуть Я, конечно, не так прессую Но как будто могло быть и хуже, на самом деле Слушай, у меня даже тени Я не ошиблась с оттенком А что ты смеялась-то так много? Нормально уж получилось Ну, я думаю, я справилась с этим заданием Поэтому я думаю, что мы можем отправляться На получение нового Я чувствую себя как персонаж в игре, который проходится ежедневно И просто задание Ну и за следующим заданием мы с вами будем звонить Каролине Алло Привет Я, в общем, снимаю сейчас ролик, где мои друзья дают мне задания И я их выполняю Поэтому придумай, пожалуйста, мне какое-нибудь задание И я пойду сейчас его делать Попауков, по-моему, ты не боишься Нет А вот смеешь Каролин Ну нет, какие змеи? Ну, он такой какой Нормальный змей Ты как выражаешься? Серьезно? Пять минут подержишь? Какое пять минут? Нет, Каролин, давай другое задание Нет, у меня другое задание Давай я это выполняю Ну, Каролин, давай паучков Паучков ты не боишься Паучки для славы Для тебя змеи Ну, хорошо, давай сколько? Минуту Минуту? Я попробую Хорошего дня Давай Давай, пока Ну и спасибо моим прекрасным друзьям Сейчас я буду находиться с змеями Живыми Вот такими змеями Только не в мешочках Их сейчас достанут, и мне нужно будет с ними находиться целую минуту Ну что, погнали, будем выполнять задание Будем сидеть в окружении змей Ой, привет Она, кстати, с проводами сливается Очень органи... ой, ой Ура, девчонки, у нас сегодня девичник Здорово, родная Ты тоже рыженькая Ну ладно, идем Идем Вот этот? Морковный, да Морковный Привет, может ты сам залезешь на меня Нет Мама Мама Морковный полос Привет, как дела? Чего ты красного с собой тащишь? Очень красивый цвет морковный, прям чудесный Куда ты? Эй Ну-ка в кадр О, вот и все-то, ёп Больше Ааа, какой друг? Ну-ка обратно Молодец Вот так вот Они могут, ну, отдельно вообще существовать друг без друга Аааа, морковный полос Все, засекай Ты точно засек? Аааа Он скручивается Он меня душить будет? Так, ну что ты, морковный полос? Как будто он под стол хочет залезть Ну вот, посмотрите, я за змеей Вот мы рядом вместе Она у меня на ручках Ха-ха-ха, куда ты, дорогой? Сегодня хватит ползать, можно и на месте постоять Ну вот ты уже минуту целую Все? Нет, морковный полос, сползи к друзьям Оп, оп-оп-оп, все Второго Да, да Хочет Давай, раз хочешь Я не против Вот Второй О, это ты как будто поспокойнее Можно сделать вид, как будто ей страшно Можно с лицами Не-е-е-е Вот, смотрите Смотрите Все, вот Вот с ним, кстати, не страшно Он какой-то предсказуемый очень Целуйтесь Ну ладно Все, задание выполнено Выполнено, все, минута прошла Да Спасибо, дорогие Вы очень фотогеничные Вот мы и выполнили задание Не, давайте, не надо Ну Почему? Ой, мама Это же не было в задании Какого хрена Это бонус Это будет круто Что? Рукой взять его Да не, это уже не круто сейчас Может, вот этого взять Вот какой-то Они реально скользкие Не надо, он хватает со своими лапами Ага, вот так вот Все, все своткали Как их руками брать? Как их есть-то? Все, спасибо Ну все, вот сейчас точно все Мы всех потрогали Ну, на самом деле Мне не было задания трогать тараканов Поэтому потрогала я только змей Ровно минуту А тараканы так Это бонус вам Ну а теперь погнали дальше Ехаем Ну что, выбираем, кому будем звонить второму Сейчас я открою свои контакты И рандомным образом выберу, кому буду звонить Звоним мы сейчас Максу Шадоу Кеку Алло Алло, привет, Лара Привет, что делаешь? Как дела? Ничего Ничего, в компьютере сижу Хорошо, у тебя как? В общем, я сейчас снимаю ролик Где мои друзья дают мне задание Вот, можешь ты, пожалуйста, мне тоже какое-нибудь задание придумать? Я его сейчас буду выполнять Ну смотри, я сейчас играю в игрушку ЗЗЗ называется такая новенькая игрушка Я сейчас кручу кейсы Мне сейчас надо побеговать пару персонажей И для нее апгрейды побегать Хотя я тебе предлагаю пооткрывать кейсы И кому лучше выпадет, тот заберет приз В этой игре компьютерной? Ну конечно Ну давай, погнали Давай, я сейчас тебе позвоню в дискорде, давай Так, Дилар, ну вот мы уже, получается, в игрульке Мы с тобой договорились пооткрывать кейсы Давай так, кому падает за гарантированное количество попыток больше золотого S-сигнала, самого крутого, тот у нас получает, давай, 50 тысяч рублей Кому больше упадает, тот получает 50 тысяч рублей Давай Мы сначала с тобой будем открывать channel выделенный, это у тебя вот первые прокрутки Открываем сразу по 10 Давай Нажимай поиск сигнала, подтверждай Это мои первые кейсы вообще в жизни, кстати Ну я тебя могу поздравить, у тебя на самом деле все очень плохо Реально, ты уже видишь? У тебя, если что, сейчас выпало ничего Реально? У меня вот ревербератор выпал, у меня, короче, ничего, и у тебя ничего, у нас не выпало сейчас золотое слово совсем А что это, вот эта магнитная буря, браво, это ничего? Это не персонаж в любом случае, это, так скажем, дополнительные всякие элементы для твоего персонажа, которые ты можешь в дальнейшем улучшать О, у меня персонаж, Сокаку Сокаку, ну это фиолетовый персонаж, но это не то на самом деле У меня на самом деле сейчас тоже что-то выпало, сейчас смотрю, что у меня фиолетового выпало, у меня выпало фиолетового А у меня тоже, кстати, Сокаку выпал, а ранг, ну это не то Опять 10? Опять 10, но смотри, у тебя 80 попыток догарантирован, у меня 78 По идее, у нас должно выпасть что-то еще до этого, нажимай 10, открываем Ага, погнали Так, что у тебя? А как ты заранее видишь? Так я твой экран же вижу Ааа, это ранг, это какой ранг, да, будет выпадать? Да, это какой будет ранг выпадать, видишь? Б это самый такой плохой, а получше и с С самый крутой А что за энергетику у меня слева там? А это такой дополнительный экран, скорее всего ничего Ааа, что у тебя выпало? Ааа, ты пропустить нажал? Да, пропустить, то можешь не пропускать, ты можешь показать У меня звезда улиц Это ничего, у меня, кстати, персонаж выпал, у меня есть персонаж, выпал Энби Демара Блин, нет, у меня нет персонажей Давай, пять прокруток мы сделаем просто по одной, чтобы чисто подзамедлиться Давай, по одной нажимаем Ну давай Давай Я уже, знаешь, вошла в этот азарт В азарт? Да О, мне сразу арант выпал Ой, мне Сакаку выпал еще У тебя уже третий подряд, да, у тебя герой? У меня, да, у меня три персонажа уже выпало Офигеть Давай еще раз Будет очень приятно, если выпадет с одной попытки сразу золотой Давай, нажимай Ну-ка, давай Ну, не, у меня ничего не выпало У меня опять ранг Б Давай еще три и потом по десять начнем Готово? Да А, я уже нажала Нормально, нормально, я смотрю Ну, на АМС еще вообще не везет И у тебя ранг Б А что, опять Б? Да, да, опять Б ранг выпал Давай еще два Ну-ка У меня ранг А, наконец О, у меня персонаж Антон Иванов О, у меня он есть Да? Да Он, кстати, хороший Я когда играл в эту игру, у меня друзья тоже, которые говорят Говорят, что он боевой мальчишка Давай еще раз Раз Два Три Поехали Боевой мальчишка Антон Иванов Прикольное имя Ой У меня А У меня Б О! 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 Нормально Так, теперь десять Давай, давай, десять попробуем У меня через шестьдесят три крутки сто процентов будет уже этот, эс персонаж Эл Кстати, Элэна у меня уже тоже есть Да? Да, 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 она у меня уже есть Ну, ладно, это ты без меня ее выкрутил, поэтому не считается Давай, она еще три Раз Давай Два, три Смотри, когда ты увидишь на экранах этот золотой цвет А, у тебя, кстати, три, А выпало Ну-ка О, опять Антон Иванов А когда два раза персонаж выпадает, что происходит? Там их, да, можно потом, вот я не помню, то ли продавать, то ли их можно улучшать То есть, типа, соединять То есть, то, что у тебя выпадает повторяющий персонаж, то-о-то ничего в этом плохого нет Давай еще десять и там пойдем чуть по-дому еще под кром Раз, два, три Мне кажется, у меня выпадет эс-ранг. Раньше, что у тебя. У меня мой эс-ранг выпал. Да ладно. Ладно, я не буду скидывать. Почему я выпал раньше? Блин, вот так навыпендриваешься и потом сидишь. Ну вот, ты только сказала и все, у меня выпал, спасибо. О, вот она, Эллен Джо. Смотри, какая девчонка. Ну, я тебя поздравляю. Спасибо большое, она у меня есть. Так, ну теперь надо тебе выбить. Да. Поскольку мы по 10? О, 5А. Ну и ни одной эс. Я, наверное, ну-ка нажимай пропустить. У меня опять Антон Иванов. О, Ливишка. Ливишка выпал. Нажми на него. Это крутой? Да, Бен Бигер. Ой, прикольный. Да, он классный. С глазиком. Шрамик. Раз, два, три. Вот сейчас выпало. Выпал. Ну, один-один. Смотри, какой кролик выпал. А, там с лицом. О, мне тоже она выпала. О, так ее тут выбивается, да. А, ну. Поздравляю. Так. Ура. Теперь мы идем открывать амплификацию. Раз, два, три. Угу. Бэн. Да ладно, да. Бэн. Ой-ой-ой, у нас вообще что-то не везет нам. Я тебе предлагаю открывать до того момента, когда кому-то еще одна золотая не выпить, чтобы счет был 2-1. Да, да, чтобы кто-то выиграл. Да, да, да. Раз, два, три. Ну-ка. Нет, не везет. Не везет. Что-то с первым как будто лучше было. Давай сейчас откроем 10, посмотрим. И я там потом предлагаю крутить по одной. Я надеюсь, не выпадет. И мы будем 25 крутить по одной. Давай. Ну, давай. Раз, два, три. Ну, блин, ну, как будто все, ты выиграл. Вот она, акула. Крутая. Ну, это реально сам крутой шарик. О, ладно, смотри. Ну, все. Тилар, ты проиграла. Ну, ладно. Ничего страшного. Я зато тебя поздравляю с победой. Да, спасибо большое. Перевожу тебе, получается. Что на что будешь тратить? Ну, вот я и хотел сказать, в любом случае, то, что ты мне перевозишь, я все равно закину и добиваю, во-первых, еще хочу себе акулку, потому что на всех персонажей. И еще хочу себе персонажей повыбивать, чтобы их еще потом загридить. Все равно 50 тысяч туда же и уйдут, грубо говоря. Ну, что ж, спасибо за задание. Тебе спасибо. Я открываю контактную телефонную книжку и вот таким вот образом выбираю, кому же я буду звонить. Сабина. Сабина Хайрова. Алло. Алло, привет. Приветчик. Что такое? Как дела у тебя? Нормально, собираюсь на тренировку по хобби-хорсингу. Обычно, да, твои будни? Нет, завтра я прыгаю с парашютом. Так, Сабина. Можешь что-то вот, ну, не такое экстремальное придумать? Не такое? Да. Блин, я хотела, чтобы ты хобби-хорсингом занимаешься. Слишком экстремальное. Сейчас, давай вот, что бы хотела сделать я. Ну-ка. Я хотела бы попробовать 100-летний пуэр. Чтобы вперед. 100-летний. Сабина таких нету. Есть. А закинешь где? А стой, подожди, я не отравлюсь. Да можно реально пить? Я помню, что лет 5 назад я ходила на чайные церемонии, и там была лавка вот эта чайная. Ну, я расскажу где. Ага. Короче, там прям огромные такие таблетки, вот такие сантиметровые чая были. Может быть можно, не знаю, они дорогие, просто может быть можно купить кусочек, я не знаю. Угу. Попробую я хоть на тебе проезжаю. Спасибо, дорогая. Смех зловещий в конце, блин. Ну что, погнали. Ну, по всем канонам татарской женщины, Сабина меня отправила в чайную лавку пить 100-летний чай. Чай без заварки, как жизнь без татарки. К чему это, я не знаю. У вас есть какой-нибудь многолетний? У нас есть, да, у нас есть чайный пуэр. Да, не 100 лет, конечно. Нам рассказали, что 100-летний чай. На самом деле очень сложно найти, это такой аукционный больше лот, да, чем такой, который можно просто так купить. Но специально для нас получилось найти 65-летний пуэр, который мы сейчас с вами пойдем пробовать. Ну, выглядит это очень интересно. Я на такой прям церемонии была один раз. Но я ничего не помню, потому что я особо не слушала. Я просто пришла попить чай. Но мне объяснили, что самое главное в чайной церемонии это вообще не чай, а все, что вокруг него происходит. Как его заваривают, как... Ну, сейчас нам все объясняют. Как это делается? Мы поворачиваем к себе широкой стороной, накрываем руками и прислоняем его, как бы, к себе, к носу. И делаем несколько глубоких вдохов и выдохов. Тем самым вы прогреете лист в своем дыхании, и он даст какой-то свой аромат. И прям туда выдыхать? Да, носом. А я его не сдула? Ну, не со всей силы, а просто делаете вдох, выдох, и так можно повторить несколько раз. Куда я меня с обеду отправила? Следующий этап, который нам необходимо провести, это прогреть посуду. Потому что сам настой чая будет горячий. Соответственно, если посуда у нас будет холодная, то очень много вкуса мы потеряем в процессе. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы посуда была максимально горячая. Она изнутри не прогреется? Прогреется. И еще снаружи шлифануть? В идеале, чтобы она была горячая везде. То есть тут сейчас внутри вода, я снаружи немножко обдал. Прогрею все, что у нас есть. Очень интересно. То есть сейчас у нас был сухой лист, мы с вами познакомились с его ароматом. Дальше мы можем в прогретой посуде немножко потрясти чай, чтобы он взаимодействовал с водой, с самой горячей посудой. Ой, да, прям очень сильно пахнет. Да, и это он еще не взаимодействовал напрямую с водой. Можем начинать пить чай. Так, и все, это теперь пить? Да. Так он горячий. Да, он заварен практически кипятком, это 95 градусов. Поэтому он в целом горячий, но быстро остывает из-за небольшого объема. И тут еще суть в том, что, вы знаете, есть такое слово сербать, что в европейской культуре считается не совсем адекватно. Громкие вот эти звуки. Хлюпать? Да, все верно. А в китайской культуре наоборот, это поощряется в первую очередь, потому что наполняете чай большим количеством кислорода, равномернее распределяете его по языку, и сам настой становится менее горячим. Поэтому можете не стесняться, это наоборот. Не стесняться сербать? Да. Ой. У него очень необычный вкус. Да, он выдержанный, и это все-таки шу-куэр. Да, я, конечно, к другому вкусу чая привыкла. Но он бодрит. А он сразу бодрит или позже? Все время. Вот так. Ну, вообще шу очень заряжает, его часто пьют с утра, чтобы прийти в тонус, настроиться на рабочий день. Ну, и он как раз дает много энергии. И то есть ему можно реально пить каждый день, и не будет никакого вреда? Да, конечно. Очень странный вкус, с которым не кайфуешь. Но если делать что-то ради эффекта, он должен быть мгновенный. Тут как будто что-то было на секунду и пропал. Мне не нравится. Что-то вообще не кайфую с этого. Это он какой-то невкусный, и, возможно, я не из этого высшего общества, где чаи вот так вот пьют и кайфуют. В общем, нам обновили информацию. Оказывается, старого чая не должно бодрить. Должно вот это самое. Что и произошло. И все, вот так вот. Надо еще сюда прийти. Интересное Сабина как бы задание дала. Чай топ. Чай. Мы многолетние попробовали. Идем выполнять задание дальше. Ну что, погнали выбирать, кому же мы звоним следующему. Наташа Генсуха. Меня сегодня прям везет на стримеров. Так, звоним Натусику. Алло. Алло. Приветики. Как дела у тебя? Приветик. У меня все слушают замечательно. Я вот гуляю. Слушай, Наташа. А ты что делаешь? Я сегодня снимаю ролик. И в ролике мне ребята, блогеры дают задание. Вот. Я сейчас листала телефонную книжку. Наткнулась на твой контакт. Можешь ли ты мне, пожалуйста, тоже придумать какое-нибудь задание, которое я должна буду выполнить? А, да, без проблем. Я видела, кстати, как вы с Максом играли в Сен-Лизон-Зеру. Я тоже в нее, кстати, играла на днях. И могу тебе придумать очень милое задание. Давай. Ты можешь приехать ко мне, и мы посоревнуемся на время, кто быстрее сфоткает всех котов в игре. Там есть ежедневное задание. И кота всего... Там котов всего два. Поэтому это будет легко. Давай. Это мне нравится после предыдущего задания. Это очень хорошо. Все, тогда я к тебе выезжаю. Давай. Давай. Вот мы и приехали к Наташе. Привет. Здорово. Ну что, погнали? Погнали. Сфотографируйте кошку-белку в зале игровых. Ну все, игровых автоматов и лапшичных. Давай. Давай. Раз. Два. Погнали. Она еще бегает медленно. А ты умеешь ускоряться? Да. Что? Вот и тебе подсказывай. Так, ну вот первая, бам. Угу. Десять секунд. Прошло. А, и вот. Бам. Пятнадцать секунд. Так, давай теперь я. Вот туда просто развернулась. Так, у Наташи получилось на все про все 15 секунд. Ну сейчас буду то же самое проходить я. Наташ, ну ты сейчас измеришь, как быстро я это пройду. Ну давай засекать время. Угу. Раз, два, три. Так, одна у лапшичной, да? Так, вот первая. И вторая. У игровых автоматов. Ну да, 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 да. Нет? Я реально... Вот. Все. Ну там 19 секунд было. А, ну ладно. Я подыграла. А? Я клянусь, я не подыграла. Окей. Ну получается, ты меня выиграла, Наташа. Ну получается так. Еще знаешь, что получается? Я подготовила тебе подарок. Да? Да. Все-таки те, кто выигрывает, должны получать подарок. Вот и подарок. Вау, что это? Это тебе. Стоп, это твое? Это сережки, да. Реально? Я думаю, тебе понравится. А я думаю, я не могла понять. А тут написано вау или нау. Это что-то мози. Моз, по-моему, это. А, моз. Няма-няма. It's cute. Это ангелочки. Круто. На мой взгляд, это самое прикольное. По крайней мере, я их больше всего носила. Это очень круто. Серебро и? И фендики. Вау. Спасибо. Спасибо. Очень круто. Я их обязательно буду носить. Спасибо большое. Я рада, что тебе понравилось. Ну не рада, что ты меня выиграла. Алло. Привет, Стас. Я сейчас снимаю ролик, где я делаю задания, которые мне дают мои друзья. Дай мне, пожалуйста, тоже какое-нибудь задание. Я его выполню. Давай. Десять двойных чизбургеров. Стас. Может, ты какой-нибудь не в тематике твоего канала? Ладно, давай в тематике канала Димы. У меня есть идея. Давай. Давай ты одна пройдешь самый страшный квест в Москве. На уровне хард. Ты прикалываешь? Мы же на уровне, мы все умрем. Я же его и очень сильно боюсь. Кого? Я и очень сильно боюсь эти квесты. Давай другое задание. Не, не, не. Давай пройдет. Но я же помню, ты рассказывал на Блока-фесте, что ты боишься квеста. Так что давай попробую пройти самый страшный квест, а если не справишься, отправляешь бабки своим подписчикам. Прохожу квест, если не прохожу, то просто бабки подписчикам отдаю. Если ты не справишься, настолько тебе будет страшно, то чтобы мотивация, тебе не было просто слиться, то и бабки отправишь. Мне очень хочется просто слиться сейчас здесь, честно. Не, бабки, 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 дела, бабки. Все, спасибо, Стас, пока. Ну вот, я и пришла проходить квест в одиночку. Да, у меня будет оператор, но у оператора не будет ничего с собой светящего, если будет только камера ночного везде. И так скажем, ночливый оператор не придаст мне уверенности. И, в общем, удачи мне. Ну, я просто заинтересовала эту историю, я хотела, ну, поподробнее узнать, что же у вас такое произошло. И представляете, из последнего, что я узнала, что Майк, на самом деле пропал, а оно вернулось. Ой, там шоу прикольно. Я не буду прогонить бедро. Да, я не могу и сакуха кончить. Давай, давай, давай. Блин. Баня, где это ты? Ты че, мать? Я че-то передумала. Ты куда пошла вообще? Не хочу, я не могу. Давай, давай. Ну, какое-то. Не это надо было сделано. Да. Да, где это? Как? На. На. А-а-а-а-а. А-а-а-а-а. А-а-а. Че там происходит? Я сгоню. Я стал задел. А? Я стал задел. А че там тряснулось? Да. А-а-а-а-а. А-а-а-а. Закрой дверь. А-а-а-а. А-а-а-а. Можете покончить с ним. Здравствуйте. Добро пожаловать в наше заведение. Всю верхнюю одежду можете повесить на вешалке. Я спала когда-то здесь сказала все. Ничего. О, х** за кость. Нам сказали, что мы можем попробовать двойнём прийти. Да ну его, х**. Че, попробовала, в принципе, я думаю, нормально. Поехала лучше в Макдональдис и пахала. Не будем? Да ну, если уже... Ты че? Попыталась, но не пошло дело, но... Стас как будто знал, что я не смогу пройти квест. Но на самом деле он знал это. Потому что он знает, насколько сильно я этого всего боюсь. Особенно после того, как я снималась в прятках на СТС, где я там просто вот так же на взрыв рыдала, когда пряталась в психбольнице. Но на этот случай он мне дал все-таки выбор, что если я не смогу пройти это задание, то я должна буду разыграть денежку среди вас. Поэтому объявляю конкурс аж на 50 тысяч рублей, который пройдет на моем телеграм-канале. Вот тут вот обязательно будет QR-код, а внизу будет на него ссылочка. Так что переходите, участвуйте и желаю вам удачи. Надеюсь, вы выиграете эти 50 тысяч. Сейчас мы будем звонить следующему моему другеру, другеру, блогеру. Листаю контактную книжку. Морфи. Мы будем звонить стримерше Морфи. И она мне сейчас должна будет придумать задание. Поэтому завершаю, сделаю звонок. Алло. Привет. Я, в общем, сейчас снимаю ролик, где мне мои друзья придумывают задания. И я должна их выполнить. Можешь придумать такое, чтобы мы вместе что-то делали. Ну, там отдельно мне какое-нибудь. Сейчас мне надо подумать. Блин. Но у меня в голову только какие-то детские игры всплывают. Может, Тетрис, Змейка. Слушай, я на самом деле знаю, где можно в такую игру поиграть. Я сегодня играла с ребятами в Zenly Zone Zero. И там есть мини-игры. Можем поиграть в эту Змейку как раз-таки там. Давай, давай. Все. Задание поиграть Змейку. Надо выиграть. Давай. Я думаю, у нас получится. Тут еще ускорение есть. А ускорение? На G. Просто быстрее начинаешь. Я умру сейчас. Я убила его. О, молодец. И его. Мы будем объединяться или мы... Ну, мы и в команде вроде. Да. Мы меня убили. Ой, я тоже. Они тоже умерли. Ой, я об тебя убилась. Прости. Капец захвастывающая игра так-то. Ставки слишком высоки. Ну, тут прикольно, что команда еще. Мне кажется, они продуют. Ну, посмотрим. Но они большие уже. А. Я тебя убила. Я сама об тебя. Да. А какие-то мины еще появились. А, я об мины умерла. Францы на победу? Надо их подрезать как-то. У нас 19 секунд. Он умер. Об мины. Мне кажется, они сами могут. Просто надо увеличиться. Ой. А тут кто самый большой в конце, а тот и выиграет, да? Наверное, да. Кто больше, может, очков съел. Надеюсь, что... Ой. Ой. Так, и что там? Ну... Эээ. Да, тут кто в конце, у кого больше. Да. Давай заново и выиграем их. Давай. Блин, где G все-таки? Он сразу ускоряется. Значит, будет сложно. Может, те же самые? А ты еще, когда ускоряешься, теряешь кристаллик. А? Один. Угу. Ой. А, сосать. А, главное не рисковать. Просто живем. Да. Кушаем. Они там сами об себе умирают. Угу. Угу. Что было? Так, ну еще минута двадцать. Ай. Как будто сейчас потеть смысла нету. Ай, я умираю. Ну, как я и говорила. Ну, надо его просто убить, вот этого большого. Он умный. Он меня в круг взял. Они, если что-то очень хорошо играют. Посмотри, он меня в круг взял. Он сам себя съел. Ай. Его тоже слей, пожалуйста. Я пытаюсь. Ну, он какой-то задрот прям. Смотри, он делил себя и там кушает. Ай-яй-яй. Третья секунду. Специально он играет в безопасную игру. О, он умер, он умер, он умер. Я ем его штучки. Давай. Я обмина умерла. Нет. Ну, ты, кстати, длинная. О, привет. 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 Умер. Я ем его. У нас, походу, есть шансы. Что-то я придумала. Что-то, что-то, что-то. Живи. Я умерла. Все самые шансы. Просто нулевые. У нас были все шансы. Ну, зато это было весело. Да, да. Ладно, спасибо тебе большое задание. Там было очень весело играть в змейку. Да. Вспомнили прошлое. Это было мое последнее задание, поэтому все. На этом мои мучения закончились наконец-то. Ура. На самом деле этот день прошел очень насыщенно. Очень необычные у меня были задания. Очень много мы играли в компьютерные игры. И было очень весело, классно. Поэтому хочу сказать всем спасибо за просмотр. И желаю вам удачи в конкурсе до 50 тысяч.